По Красной площади 7 ноября маршировали солдаты, звучали военные песни, неспешно двигалась грузная техника времен Второй мировой. Так в столице отмечали 75-летие парада 1941 года. В праздничной колонии был и автомобиль из Иваново, ГАЗ-АА, 1938 года выпуска. Автомобиль рабочий в идеальном состоянии. Один из самых ценных экспонатов Музея Советского Автопрома. Товарищи бойцы, мы знаем, как тяжело сегодня на фронтах. Четырехколесный герой федерального эфира из столицы еще не вернулся. Свое место в экспозиции машина займет на следующей неделе. Этот ГАЗ ММ-полуторка принимал участие в параде Победы в прошлом году. Тоже рабочая, как и все машины музея, с госномером. Конечно, до Москвы технику отправляют на автовозе, а вот по площади своим ходом. У этой старушки четыре передачи, 50 лошадиных сил, максимальная скорость 70 км в час. Машину в войну называли рабочей лошадкой. Собирали ее в 43-м в режиме строжайшего дефицита. Даже фара одна установлена специально перед водителем из экономии. Отличает этот автомобиль то, что не было у него дверей. Это тоже было сделано и в целях экономии. Но с точки зрения удобства для водителей, особенно для тех, кто ездил по Ладожскому озеру, перевозили грузы, было удобно в каких-то экстренных ситуациях просто выскочить из автомобиля. В основной экспозиции Ивановского музея советского автопрома 20 машин. У каждой богатейшее прошлое. Эти черные красавицы в свое время служили первым лицам страны. Ездили в правительственных кортежах. Таких, как этот ГАЗ, было произведено меньше 20 штук. Выпустили их специально для медицинского отдела, обслуживающего высшие чины. Укомплектовали машину на территории Латвии, в Риге, на заводе РАФ. Бралась обыкновенная серийная чайка, отправлялась на завод РАФ, и там доваривали кузов, изменяли интерьер. То есть спереди, в передней своей части, эта машина ничем не отличается от обычной ГАЗ-13. Но в задней части это уже настоящий медицинский автомобиль. В народе его прозвали «черный доктор». В задней части пятиметрового универсала все необходимое для оказания первой помощи. Молодостью и силой советские лидеры не отличались. Машина была просто необходима. Внутри есть место и для медсестры. Коробка передач здесь кнопочная. То есть если вы посмотрите сюда, с левой части, положены четыре кнопки автоматической коробки передач. То есть не было рычага, все свелось вот к такому решению. Некоторые из этих машин гнили во дворах домов, какие-то готовились стать металлоломом. Руководители музея любовно собирали их не только по региону, но и по всей стране. Начинка в каждой машине родная. Восстановить внешний вид и ходовую – иногда задача почти невыполнимая. Внутреннюю начинку очень сложно сделать, поскольку все же было уничтожено. В период перестройки, когда был издан приказ о борьбе с роскошью. Я была в Москве в реставрационной мастерской. Это просто как портные, которые выкраивают из металла вот эти детали и подгоняют, делают уже для того, чтобы восстановить какие-то недостающие части автомобиля. В назидание посетителям в музее стоят две машины одинаковой марки и года выпуска. Только одну собирали по фрагментам, а другую оставили в том состоянии, в котором и обнаружили. Пожалуй, это колоссальная разница и будоражит ивановцев больше всего. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.